В поисках Лизы и ее тети принимали участие волонтеры, которых собрала родственница девочки, поскольку большие силы полиции были стянуты на проведение Дня города в Орехово-Зуево. Спустя 10 дней пропавших нашли погибшими. Как выяснилось, тетя в лесу отдала Лизе последние свои вещи, чтобы как-то согреть ее. После того, как сначала нашли тетю, через день нашли девочку. Судмедэксперты показали, что девочка была жива 9 дней. После этого люди решили объединиться, посчитали несправедливо, что дети в мирное время погибают дети. После этого Лиза-Алерт образовалась в Москве. Сейчас действует более чем в 60 субъектах Российской Федерации. Правильно, Лиза-Алерт, потому как Лиза – это в честь имени девочки Лизы, а Алерт – это система безопасности поиска людей, аналог американской системы, то есть именно Алерт – внимание. По статистике, больше всего людей теряется в лесу. Именно поиски за городом обычно самые трудные. Валя, мы вас ищем уже какой день. Вы в порядке? У вас ничего не болит? Живот не болит? Хочу есть? Да, сейчас накормлю. Чтобы люди были найдены, а сотрудники Лизы-Алерт сами не заблудились, они проходят обучение по различным методикам поиска. Два раза в год в Москве проводятся всероссийские тренировки. Базу предоставляет управление МЧС. В регионах людей обучают непрерывно. Рязанское отделение действует на протяжении пяти лет. Насчитывает более полусотни активных поисковиков. Два раза в неделю они собираются в офисе для обучения и выезжают в лес для отработки навыков. В прошлую субботу рязанские спасатели изучали ориентирование на местности, обращение с рациями, компасом, картами. Учились прочесывать лес. Каждый человек теряется по разной причине. Ребенок, но как его прочитать можно? Ребенка. Невозможно прочитать. Поэтому нас обучают, как правильно искать ребенка. Например, если в лесу потерялся ребенок, то он не откликнется на чужой крик. Ни на ваш, ни на мой, тем более мужчины. Поэтому всегда на поиск идет кто-то близкий. Бабушка, дедушка, мама, папа. Чтобы ребенок слышал родной голос. Пожилых людей в лесу ищут по-другому. А тех, кто потерялся в городе, стараются просчитать. Куда мог пойти человек, чем заняться. Происходит расклейка объявлений, информирования и опрос окружающих по ориентировке. Все действия участников «Лиза-Алерт» согласованы с полицией. Полиция всегда идет навстречу. Всегда нам отвечают. То есть никогда не заставляют нас ждать. И могут дать какие-то свои задачи, что в принципе логично с волонтерскими организациями взаимодействия. Либо могут разрешить какие-то действия, которые мы считаем, что были бы целесообразны в данном поиске. В поисках содействия оказывают представители магазинов и торговых центров. Во время съемок этого сюжета «Лиза-Алерт» разыскивала одного из рязанцев. Зайдя с ориентировкой на него в микрофинансовую организацию, поисковики столкнулись с отдачей. В данной организации попросили у нас ориентировку, чтобы они распространили по всем своим, скажем так, киоскам. И я думаю, сейчас это пойдет. В этот раз пропавший был найден через пару часов после данной розыскной деятельности. Такой вариант поиска называется информативным. А вот большие силы стягиваются для поиска маленьких детей и пожилых людей, чьей жизни угрожает опасность. В случае с 8-летним Павлом Ларином, который пропал осенью прошлого года в районе Дягилева, 3000 волонтеров приехали в Рязань из Москвы, Калуги, Владимира и других городов. Мальчик был найден погибшим, но очень многие жизни спасены. И сотрудники «Лиза-Алерт» получают огромное удовольствие от того, что смогли кому-то помочь. Мне очень нравится помогать. И внутри, не знаю, радость. Просто радость от того, что я сделала добро кому-то. Но есть такие дела, которые можно отложить. Поход в магазин, в кино, в театр можно всегда отложить. Это моя точка зрения. В арсенале «Лиза-Алерт» есть еще масса приемов и собственные кинологи с собаками. Напоследок, хотелось бы привлечь внимание всех рязанцев. Сейчас «Лиза-Алерт» разыскивает Виктора Березина, 41-го года рождения. Если кто-то его видел или знает точно его местоположение, просьба сообщить об этом в «Лиза-Алерт» или в полицию.